Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, и с этого дня можете звать меня фуд-хантером, то есть охотником за едой, ну, точнее, за редкой едой, о которой обычные люди даже не слышали. Например, пиво из Польши с женскими выделениями, японская лапша быстрого приготовления от Принглс, или конфеты со вкусом бекона. Это все будет в одном из следующих выпусков, если вы поставите лайк прямо сейчас. Но и в этом ролике я продегустирую то, что должно вас удивить. Начнем с, казалось бы, простого. Сыр-чеддер. Уверен, что каждый из вас хоть один раз допробовал этот сыр. В бургерах ли, в пицце ли, да что там говорить, в Ашане он продается рубль за грамм, ну, примерно. Я к тому, что это довольно доступно. Затейники-американцы в 1965 году додумались засунуть сыр в баллон с воздухом, и эта идея многим понравилась. Не последнюю роль здесь сыграла реклама. Слоганом в то время была фраза «мгновенный сыр для мгновенных вечеринок». Сейчас в продаже подобный сыр существует с четырьмя разными вкусами. Чеддер, шарп-чеддер, вкус Америки, чеддер с беконом. Ну, я просто не смог его найти в Ашане в Нью-Джерси, который там называется Walmart. Но в теории его найти можно, а вот кое-кто не дожил до наших дней. В этой могиле покоятся вкусы изи-чиз. Душистый перец, французский лук, чеддер блю-чиз, коктейль из креветок, пицца. Помним, любим, едим. Но хватит о грустном. Давайте продегустируем то, что имеем. Начнем с классики изи-чиз-чеддер. Здесь нарисован крекер, поэтому с ним, собственно, и будем дегустировать. Открывается довольно нехитрым способом. Оп. Ладно, хоть не изгладился. Наш ответ американцам – крекер каждый день. Нажимаем вбок, и из этого сопла тянется такой вот чеддер. Практически как на рисунке, то есть мы делаем все по правилам. На запах похож на обычный плавленый срок дружбы, то есть ничего в запахе нового и американского нет. То чувство, когда крекер каждый день вкуснее, чем американский изи-чиз. Он очень соленый, и его нужно совсем чуть-чуть на вот такую маленькую крекеринку. Вот столько уже на грани добра и зла. В принципе, можно в Америку не ездить, а купить обычный срок дружбы и вообще ни разу не обломаться. То есть стандартный вкус чеддер, ну, как бы меня не впечатлил. Изи-чиз-шарп чеддер. То есть резкий или острый чеддер. Переводите как хотите. Открывается так же просто, и я уже знаю, что нужно перевернуть, давить большим пальцем, и тогда будет сыр. Здесь нарисованы такие вот солененькие крендельки, поэтому у меня подобные есть, и давайте тоже их проверим. Они довольно маленькие, поэтому нам тут нужно совсем немного сыра. Ну вот, такой гусенички, такого червячка нам в целом хватит. С крендельком не очень чувствуется вкус сыра, поэтому нужно попробовать отдельно, потому что пока что я почувствовал только соль из этого снека. Если прошлый чеддер был очень соленый, то этот практически безвкусный. То есть ты чувствуешь массу во рту, чувствуешь отдаленный вкус сыра чеддер, но ты в целом не можешь понять, что это вообще такое у тебя. Это в целом вкуснее, потому что не так насыщенно и не так неприятно, потому что когда очень соленый такой вот сыр, это на любителя. Шарф чеддер, на мой взгляд, вкуснее обычного, и его можно побольше наносить на любой снек. То есть это в целом плюс. Понятно, что ради этого не нужно лететь в Америку, у нас опять же есть срок дружбы, но это уже поинтереснее, поприятнее. И последний из имеющихся изи-чиз Американ, то есть вкус Америки. Здесь нарисован хот-дог, поэтому у нас есть для этого все ингредиенты, но их нужно открыть, собрать и подогреть в микроволновке. Да, не очень красиво, но нам самое главное вкус. Тут мы не жалеем красиво бегущего сыра со вкусом Америки. Вот столько хватит. Приятного аппетита, господа! С первого укуса вкус вообще непонятен. То есть булка, сосиска, сыр как бы не особо чувствуется. Я ощущаю консистенцию во рту, но вкус не пробирается сквозь этот хот-дог. Мне кажется, можно попробовать отдельно. Этот еще менее выраженный, то есть чеддер самый такой едкий соленый, шарп чеддер чуть-чуть послабее, этот вообще не чувствуется. Разницы вкуса нет совершенно, однотипный, но просто менее яркий. В общем, короче, я не понял, в любом случае снэк мы перекусили, идем дальше. А дальше у нас новинка, которой только-только исполнился год. Я говорю про розовый шоколад. И уже слышу, как ваши пальчики злобно набирают текст. Максим, мне кажется, вы не правы. Розовый шоколад уже давно продается. Это никакая не новинка. Готовьтесь лучше в следующий раз. Да-да, друзья, мои подписчики всегда вежливы, когда не согласны со мной. Но на этот раз я прав на все 100%. Шоколад, про который я говорю, новый вид из особых красных какао-бобов Руби с привкусом фруктов и ягод. Мой друг Сергей Малоземов, автор и ведущий передачи «Еда живая и мертвой» на НТВ, ездил в Швейцарию снимать сюжет и привез мне плиточку. Выглядит довольно необычно. Вот на немецком языке написано «Онэ фарпштофе» без красителей. Как же он тогда розовый? А главное, какой он на вкус. Это мы сейчас проверим вместе с Сергеем. Макс, из своих путешествий я привез тебе два подарка. Так. Один аппетитный. Так. Это уникальный новый вид шоколада. Розовый шоколад. То есть без добавления каких-либо красителей и... Безо всякой клубнички и тому подобное. Суть в том, что швейцарские мастера сделали в своей лаборатории некую новую формулу. Они подобрали определенные сорта бобов какао и придумали, как их обрабатывать так, чтобы цвет этих пластинок был абсолютно розовый. И вкус у него такой, я бы сказал, ягодный. Неожиданно, безо всяких добавок. Аппетитно. Так, а второе? А второе это... Не столь аппетитно, но не менее интересно. Мой коллега Джон Уоррен из программы «Поедим, поедим» привез с Сардинии самый отвратительный деликатес в мире. Его производство там запрещено. Но сардинцы по-прежнему делают, едят на свадьбах и из-под полы продают туристам. Что же это? Это сардинский сыр Казу Марцу с шевелящимися личинками сырной мухи. Это очень здорово, но... Хочешь? Очень хочу, и я предлагаю нам с тобой это сделать на моем лайв-канале. Ссылочка будет на обзор этого сыра в описании. Дрейфиш? Пока да, потому что в этом выпуске хочется чего-нибудь сладенького, вкусного и необычного. Но, повторяюсь, что ссылка в описании на обзор этого сыра, который мы сделаем чуть попозже. Сколько это примерно стоит? Не так дорого это стоит. Вот такая упаковочка стоит примерно 10 швейцарских франков, меньше 1000 рублей. Но тут и грант... Не так много, да. 70 где-то. Написано Ruby Rubino Chocolate. Да, Ruby Rubino это, собственно, и есть бренд, марка этого шоколада. Чтобы никто не подумал, что это действительно там какая-то клубника в составе. Я тут в инстаграме опубликовал, мне люди начали писать, да у нас шоколадная фабрика, наша кондитерская. В каком-то регионе тоже самое делает. Нет, ребята, это инновация. Ну, в определенной степени, конечно, я думаю, мифологизированная, окутанная разными там сказками про уникальнейшую технологию. Но, действительно, это новый вид шоколада. Раньше были белый, черный, молочный. А теперь есть еще и розовый. Чего только не придумай, чтобы выкачать деньги из простых граждан, коими мы с тобой являемся. Ну, что ж, здесь пять плиточек по две дольки. Давай, собственно, преломим. Вау. Вначале я всегда нюхаю. Во-первых, не пахнет шоколадом в привычном нам виде. Я даже не очень могу понять, чем. Я, честно говоря, когда первый раз попробовал, мне показалось, что ничем не отличается от белого шоколада. Я думаю, что что-то подобное возникнет и у тебя, но потом, когда ты предчувствуешь... Завтра утром? Не-не-не-не-не-не. Давай. Правда, вот, как будто белый шоколад, но с добавлением то ли какой-то йогуртового такого вкуса, то ли чуть-чуть-чуть ягодно-малинно-клубничного, что-то вот в этом есть. То есть, если бы мне просто дали это попробовать, я бы сказал, что это... Это плохой дешевый белый шоколад. Да, это плохой белый шоколад с химическими вкусовыми добавками. Вот я бы так сказал. Да, очень такой навязчивый, я бы сказал, вкус. То есть, он не сдержанный, а вот прям дает тебе получить это в рот. Но потом что-то, какая-то кислинка раскрывается все-таки. То есть, зная историю, что это прям необычно нововведение в мире шоколада, это классно. Но вот не зная всей этой истории и производства, ты думаешь, что что-то не то. То есть, и не шоколад, и не йогуртовая какая-то составляющая. В общем... Думаешь, не покатит? Я не знаю, то есть, если это будет в России стоить, если это будет продаваться дороже обычного шоколада, там, ну, даже в полтора раза. Несомненно, будет дороже. Вряд ли кто-то это будет покупать очень часто. Я тоже так думаю. Честно говоря, вот появился уже с розовым шоколадом KitKat. То есть, массовый производитель уже обратил на это внимание. Ну, KitKatKat очень славится своими новидимыми... Ну, там, и с васаби есть, и с чаем мачо, и с миллионом... И с тыквой даже, тыквенный шоколад. Но, конечно, от оригинала далеко они не ушли. То есть, в любом случае, оригинал чаще всего он вкуснее, лучше и приятнее, так скажем. Потому что это здорово для пробы. То есть, если вам это предлагают, обязательно попробуйте. Ну, а вот прям покупать я бы вряд ли стал вот именно для себя. Ну, честно говоря, я думал, что будет как-то прям... Ничего себе, новый вкус! Вау! Это что-то похожее на... Знаешь, а есть Nesquik, который, скажем таки, с клубничным вкусом. То есть, прям химоза. Ну, блин, это в любом случае круто. Это в любом случае круто, но это нужно себя на это настроить, что это круто. То есть, типа, да, я знаю, что это очень... Один мой знакомый кулинарный обозреватель говорит, что в продуктах важнее не сами продукты, а историю вокруг. Конечно, мы покупаем не продукты, а историю. Да. Ну, так это я считаю. Обзор этого шоколада получился довольно полный. Спасибо Сергею. И я напоминаю, что этот вот самый сыр с личинками... С личинками сырной мухи. Прямо сейчас... Живыми. Прямо сейчас есть посылки на веб-канале. Если у нас хватит мужества, сейчас его попробую. Хватит. В глаза смотри. Личинкам? Этот ролик еще не закончен, но вы помните, что на веб-канале есть обзор сыра с личинками сырной мухи. Я вообще, как ты знаешь, врач по образованию, специализируюсь на пользе продуктов, пользе и вреде. У меня передача называется «Еда живая и муха». И вот про шоколад я могу сказать, что все последние исследования говорят, что шоколад скорее полезен, чем вреден. Потому что там содержатся разные полифенолы, вещества, которые защищают наши клетки от повреждения, вообще от старения. Но доза в день... Да. Это примерно 30-50 граммов, не больше. Потому что потом начинается уже вред от калорий, от сахара и тому подобное. Любого шоколада или только темного, там, без сахара? Вот исследования говорят, что в принципе пользу приносит любой шоколад, даже белый. И вот этот розовый тоже в этом смысле будет хорош. Но максимальная концентрация пользы и минимальная концентрация вреда все-таки в темном шоколаде. Есть люди, которые это все изучают и рассказывают нам с вами либо в моей передаче, либо в своей на НТВ в 11 утра. В субботу. В субботу. Так, кстати, ссылочка на канал Мазон Проверыв тоже будет в описании, потому что там очень много... Там уже сколько роликов? Там уже много, ну, больше 30. Мы выпускаем каждый понедельник, среду, пятницу. Три раза в неделю. Качественный контент по ссылочке в описании. В общем, ссылок в описании будет много и все важные. Переходите, смотрите и подписывайтесь. Спасибо. Подобный формат, где я рассказываю сначала интересные факты, а потом уже дегустирую еду, заходит не всем. Многим хочется сразу практики. Дорогие мои ленивые жопы, прямо сейчас для вас на экране появился тайм-код. Именно на этой секунде я начну пробовать прозрачную Pepsi Crystal. Всех остальных я приглашаю в увлекательный мир истории. Мода на прозрачные напитки зародилась в конце 80-х годов прошлого века и называлась Clear Craze. Ясное увлечение. Ну или так. Маркетологи утверждали, что прозрачный значит чистый и свободный от всего плохого. И слоган Pepsi Crystal звучал Ты никогда не видел такого вкуса. Первая жизнь напитка была довольно недолгой. Всего пару лет и все благодаря Coca-Cola, которая выпустила свою прозрачную колу, заведомо плохой, тем самым дискредитировав все прозрачные колы. У Pepsi Crystal всегда было много поклонников, а с приходом соцсетей в нашу жизнь они стали более заметны. Пару раз Pepsi дразнила поклонников этого напитка лимитированными партиями, а в этом году, в августе, решилась на последний шанс. В сентябре этого года был в Америке и случайно на прилавке Walmart'а увидел эту красавицу. Радостный привез домой и был счастлив до тех пор, пока мне не скинули ролик Дани Поперечного, где он обозревает Pepsi Crystal. Лучше сделать я, к сожалению, не смогу. Итак, первая на очереди Crystal Pepsi. Прозрачный Pepsi, по слухам, на вкус такая же, как обычная, только без красителя. Давайте тестить. На вкус как поликорректность. Но не пропадать же добру. Приступаем к дегустации. В составе и кофеин, и бензонат натрия, и всё остальное. Поэтому состав отличен от первоначальной, из 90-х годов, но другой сейчас, к сожалению, вообще нет. Внимание, слушаем, как она будет шипеть. Чувствуете, как прозрачно шипит? Ну, отличается от обычной. То, о чём говорил Даня и все остальные люди, которые пробовали, всё сбывается. То есть, так же запах чисто вот идентичный, такой же, как у обычной Pepsi. Ну, остаётся надеяться на вкус. Но для частоты эксперимента возьмём стаканчик McDonald's. Возьмём стаканчик McDonald's номер 2. И вот такую вот Pepsi, закрытую, современную, обычную. И сравним два вкуса. Естественно, прозрачный можно налить в тёмный стакан, в любой, потому что, ну, на смысл наливать прозрачный. Вау, осторожно. Какой же запах. Это пенится чуть-чуть побольше. Pepsi стандарт. Хороша. Во-первых, газа совершенно не чувствуется. И вкус такой, знаете, очень лёгкий, слабо выраженный. То есть, вот наша, прям вот сахарная, кольная Pepsi. Очень похоже, но, естественно, как и любая американская Pepsi, или кола, или любая газировка, она практически негазирована и менее сладкая, чем наша. В общем, на самом деле, это очень круто выглядит, но по факту тоже самое по вкусу и по запаху. Немного разочарован, но я был в целом к этому готов. Если увидите где-то в Америке вдруг, или в Россию, если завезут, берите, потому что она в любом случае не так часто и много где распространена. Поэтому это в целом limited edition для Америки или для тех стран, куда это чуть-чуть в небольших партиях поставляют. По вкусу то же самое, но приятно обладать чем-то с историей, потому что у кристальной Pepsi есть своя история. Огромное спасибо за просмотр и за лайк. Над сценарием к этому ролику я трудился очень долго, поэтому в комментариях пишите, нравится ли вам такой формат. Ну и также смотрите прошлые видео, они тоже очень классные и аппетитные. В описании все ссылки нужные для вас. Мы лучше всех, Max Brandt, приятного аппетита, до новых встреч, пока!